Еще одна традиция этих апрельских дней, которая объединяет всех, независимо от возраста и социального статуса, это республиканский субботник. В этом году он пройдет 20 апреля. Заработанные средства будут направлены на реализацию важных проектов, как в масштабах страны, так и в регионах. К примеру, в Гродненской области деньги пойдут на подготовку детских лагерей к оздоровительному сезону, а в столице планируют капитально отремонтировать монумент Победы. А вкладе каждого в общее дело Юрий Корнилович. До официального старта республиканского субботника еще больше суток, а в детском оздоровительном лагере Подгродно уже кипит работа. Профсоюзный десант высадился здесь, чтобы привести в порядок территорию после зимы. Объемы немаленькие, поэтому трудиться планируют несколько дней. Нужно грести, нужно мести, нужно убирать. Приехали сегодня те, кто посчитал возможным для себя в этот день выехать. Работают с удовольствием, настроение хорошее. Я думаю, что сделают немало. За сезон в лагере принимают более 600 детей со всей Гродненской области. Косметический ремонт в корпусах уже сделали. Обновили столовую, клуб и санузлы. Правда, до глобальной реконструкции пока дело не дошло. Не хватает средств. Поможет субботник. Часть денег, а это примерно 120 тысяч рублей, заработанные в Гродненской области на республиканском субботнике, будут направлены сюда, в детский оздоровительный лагерь Юность. Средства пойдут на реконструкцию зданий. Ведь многие из них были построены еще в 20-х годах прошлого века. И до сих пор не видели капитального ремонта. 20 апреля только в Гродненской области на субботник выйдут более 300 тысяч человек. В центре внимания будут памятники и мемориальные комплексы, посвященные Великой Отечественной войне. Спортивные и социальные объекты. Продолжится реконструкция замков и исторических усадеб. Все трудовые коллективы нашей области, а также общественные объединения, просто граждане, высказали желание поучаствовать в субботнике. Ожидаются традиционно определенные денежные суммы, которые будут перечислены в фонд субботника. В этом году основная масса денег будет направлена на подготовку оздоровительных лагерей к летнему оздоровительному сезону. Нынешний республиканский субботник приурочен к году Малой Родины и подготовке к празднованию 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. А заработанные деньги направят на приведение в порядок и реконструкцию соответствующих объектов, как в регионах, так и в столице. К примеру, половину всех заработанных в стране средств планируют потратить на капитальный ремонт знакового для всех беларусов места – монумента Победы в Минске. В Витебской области деньги направят на дальнейшее благоустройство мемориального комплекса «Рылинки» в Дубровинском районе. Здесь в годы Великой Отечественной войны 9 месяцев стоял фронт. Шли ожесточенные бои. На плитах мемориала имена более 10 тысяч погибших. Но точное количество захороненных здесь солдат и офицеров неизвестно. Количество людей, которые будут участвовать, мы предполагаем, что это будет где-то в районе 350 тысяч человек. Средства, которые планируется собрать, мы думаем, что будут в районе 900 тысяч рублей. У нас большие результаты. Массажи мы делаем, да, ЛФК. Играем, да? Играем, пытаем. Ребенку сколько вошло? Завтра будет годик. Свой первый в жизни день рождения маленький Андрей встретит в больничной палате. Год назад он появился на свет раньше срока. Реабилитация продолжается и сегодня, но уже совсем в других условиях. Нам здесь очень нравится, конечно же, потому что это новая больница, это новые комфортные условия. И у нас результат на его, это на глаза. Мы здесь уже второй раз, но практически от всех наших проблем уже мы избавились. Современная детская больница Гомелю и области нужна была как воздух. Старый корпус, построенный еще в 60-е прошлого века, не мог принять всех пациентов. Не хватало мест. Сегодня все в прошлом. Необходимые обследования можно провести в одном здании и оперативно начать лечение. Врачи получили необходимое современное оборудование. Увеличилось количество мест. Все благодаря в том числе и средствам, собранным на субботнике. Средства от субботника шли на строительство корпусов. Мы аккумулировали и объединили всю педиатрическую, хирургическую, травматологическую службу. Некоторые службы созданы, вновь созданы, их не было, не существовало. Принять участие в нынешнем республиканском субботнике может каждый. Ведь даже от одного человека зависит один большой результат. Юрий Корнелович, Анна Ковалева, Ольга Масловская и Виктор Бака. Агентство теленовостей.